На Кузнецком мосту накрыли стол мира. В столице проходит фестиваль, посвященный светлому празднику Воскресения Христова. Все желающие могут не только попробовать традиционные для Пасхи блюда. Народные умельцы проведут мастер-классы по гончарному делу, созданию кукол, росписи пасхальных яиц. Наш корреспондент Анна Оберкова одной из первых оценила праздничный стол. Чего здесь только не встретишь и чем не займешься на этом празднике. Вот посмотрите, какая изумительная вещь. Я не знаю, для чего она предназначается пока что, но сам процесс мне уже нравится. Сейчас вот наснуем сюда, вот все эти нитки. Будем теперь вот сумать и косой плести так, чтобы их не спутать. Хотите верьте, хотите нет, но это не просто лодка, а самый настоящий музыкальный инструмент. Инструмент называется лодкострун, то есть, соответственно, лодка и струны. Лодкострун. Весьма оригинально, да. А можно еще вот так вот? Можно еще? Ну, давайте я на ударных буду, а вы... А вот за этим длинным столом дают все возможные мастер-классы. Вот там, например, по гончарному ремеслу. Также можно собрать плетеного человечка. Ну, а вот здесь, пожалуй, самое актуальное – это раскраска яиц. Смотрите, для фона кисточка потолще, краска красная. Потому что Мария Магдалина, когда дала яйцо, оно покраснело в ее руке. Поэтому традиционно это красное яйцо. Как вам? Нравится? Сейчас пойдем куклу еще делать. Куклу еще делать пойдем? А яйцо вы уже придумали, как будете разукрашивать? Придумала. А вы придумали? Нет, пока еще. Сейчас в процессе. То есть я сейчас молодец, как я думала. Ну, вообще, сам праздник вот этот в целом. Как вам? Ты оставишь его с ней? Мне очень нравится. Погода сегодня соответствует. Такое праздничное настроение. Ну, в общем, вот такое чудо у меня получилось. Конечно, не беспоследственно. Говорят, здесь есть салфетки, поэтому, надеюсь, я сейчас быстренько отмоюсь. Ну, а вообще, для тех, кто по каким-то причинам не успел сюда сегодня попасть, не беда. Потому что праздник на Кузнецком мосту будет продолжаться до конца недели. Анна Аберкова, Александр Горох, Роман Наговицын. Москва, 24.